Подходите ближе, вы теперь дома. Именно с этой фразы началась торжественная церемония вручения ключей детям-сиротам. Новоселы, немного смущаясь, подходили к импровизированной сцене возле подъезда новостройки, в которой им выделили квартиры. В прошедшей недавно жеребьевке квартир 12 детей-сирот получили заветные квадратные метры в доме номер 70 по улице Саратовское шоссе в новом 21 микрорайоне. Мы хотим вас попросить, чтобы те квартиры, которые у вас сегодня появятся, вы все-таки начали к ним относиться. Это вот то жилье, в котором вы будете жить, с любовью. Подъезды, территории, где вот этот прекрасный двор, который находится, вы должны действительно с ним сжиться, с теми соседями, которые проживают в ваших подъездах, ваши соседи по квартирам. Наладите хорошие взаимоотношения. И что вот дом находился в таком состоянии, которым сейчас, это прекрасный дом с хорошим ремонтом, он долго должен оставаться. Здесь уже многое зависит, конечно, от вас. Квартиры сданы под ключи, в них сделан ремонт, установлена сантехника, приборы учёта, пластиковые окна и межкомнатные двери. Остаётся только завести мебель, и можно заселяться. И счастливые новосёлы, осматривая новые квартиры в этот знаменательный день, уже начали планировать заселение в них. Ну, планируем на следующей неделе. У нас малыша, он теперь, собственно, живёт. Оксана Губотенко – не единственная будущая мама, которая получила квартиру в новостройке. Алена Тихонова тоже в ожидании малыша. И собственное жильё – это лучший подарок к его рождению. Алена боролась за свою квартиру более двух лет. Ей пришлось даже обратиться в суд, чтобы остоять свои права на квартиру. Помогал ей в этом грамотный юрист Александр Чеботарёв. Я не могла получить квартиру без этого решения. И помог в этом Александр Чеботарёв. Рада, естественно, переживаю. Но пока будем обустраивать, потому что у меня ещё один ребёнок есть. Вот. Как всё обустраиваем, тогда с вас уже едем. Как рассказали сами новосёлы, без решения суда сейчас практически невозможно получить квартиру. Дело в том, что очередь достаточно велика. И только решение суда может побудить Министерство строительства Саратовской области побыстрее выдавать квартиры детям-сиротам. Ведётся исполнительное производство. Министерство штрафуется за непредоставление жилых помещений. Поэтому решили в первую очередь обеспечивать жилыми помещениями только тех, у кого есть уже решение. И в отношении тех лиц, которых уже обязали предоставить квартиру. То есть им не предоставить уже невозможно, потому что штрафы колоссальнейшие. Там до полумиллиона по одному из клиентов. Поэтому им в приоритете отдать квартиры тем, у кого есть решение, чтобы не было никаких проблем со стороны Министерства финансов. Александр Чеботарёв уже несколько лет помогает балаковским детям-сиротам в оформлении документов для обращения в суд. Только в последних двух жеребьёвках 18 клиентов юриста получили положенные им квартиры. Следующая жеребьёвка состоится, кстати, уже осенью нынешнего года. «Вы сами видите, сколько стало строить квартир именно для категории молодых людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Несмотря на сложности в финансах, в экономике, это особый приоритет. И он постоянно об этом говорит, Валерий Васильевич, и подчёркивает, чтобы квартиры были не для того, чтобы закрыть эту тему, а чтобы они были достойны квартиры». Всего в 2017 году в Саратовской области планируется обеспечить жильём около 700 детей-сирот. На текущую дату жилыми помещениями обеспечено 246 человек. До конца года в Балакове планируется предоставить ещё не менее 30 квартир.